Музыка Как мы предполагали, эпические события, сегодня модно применять такое слово, происходят в городе. И, наверное, на эту минуту в прямом эфире не Анатолий Бойко, который знает о выборах, если не все, то процентов на 90 точно, особенно за кулисье выборов, он тоже не поставит точку в том, будет ли второй тур выборов Одесского городского головы. Анатолий, добрый вечер. Добрый. Не знаю, насколько он добрый для кого-то из кандидата на пост городского головы, но мы стойко воспринимаем ту информацию, которая проходит через нас, вокруг нас, и, надеюсь, доходит таким образом, в том числе и до вас, уважаемые телезрители. Я напомню, телефон прямого эфира 737-7310. 10 событий много, и так или иначе они связаны с выборами городского головы. Сейчас вы посмотрите фотографии улицы Екатериненской, говорят, что перекрыли и улицу Жуковского. Якобы, я сейчас точно не знаю, якобы это люди, пикетируют штаб одного из кандидатов, в частности, Эдуарда Горвица, который, его штаб, прежде всего, наверное, о нем можно говорить, не рассчитался с агитаторами, наблюдателями и другими лицами, которые были задействованы в ходе выборов 25 октября на местных выборах. И сейчас люди требуют вернуть честно заработанные деньги. Движение транспорта по этим улицам, соответственно, затруднено. Вы сейчас это все видели на своих экранах. Буквально в эти минуты, я не знаю, закончился или нет брифинг, к председателю Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, который, я цитирую одного из своих коллег из Фейсбука, демонстрировал копии протоколов, которые могут или уже стали основанием для того, чтобы прокуратура или другие органы, прежде всего судебные, признали выборы городского головы недействительными, сфальсифицированными. И есть заявление одного из кандидатов, Саши Боровика, давайте посмотрим, о чем он говорит. И будем работать в прямом эфире вместе с вами, отвечать на ваши звонки, в том числе Саша Боровик. Мы обнаружили подкуп избирателей, когда раздавалось по 300 и 500 гривен за фото с бюллетенями на участке 116. Мы увидели массовые расхождения в цифрах между участковыми протоколами. И опять это всегда было в пользу господина Труханова. Мы пытаемся объяснить это в избирательных комиссиях. Там очень интересная динамика, потому что за счет того, что в городе было очень много технических кандидатов, практически все комиссии оккупированы какими-то одними и теми же группами людей, которые не слушают наши аргументы, они нас закрикивают по сути. В эту самую минуту сейчас они продолжают решать и, по всей видимости, готовы объявить, что в Одессе не будет второго тура, с чем мы были бы страшно не согласны. И мы с этим будем бороться и покажем все те фальсификации, которые у нас есть. По сути, что мы хотим сегодня сказать, что я и мой штаб, штаб Саши Боровика, что мы хотим официально заявить, это что каждый голос будет защищен, мы будем бороться за каждый голос. Ни один случай фальсификации не останется безнаказанным. И люди, крадущие голоса одесситов, должны ответить по всей строгости закона. Мы призываем всех готовиться ко второму туру. И я призываю прессу добросовестно, без каких-то преференций, показывать все, что происходит в нашем городе. Это вопрос национальных интересов, это вопрос местных одесских интересов. И я рассчитываю на то, что вы будете предельно чепетильны с тем, как вы будете разбираться с этой ситуацией. Это было заявление Саши Боровика. Вы знаете, тут без политической заангажированности какой-либо с чьей-то стороны напомнило эпизод из фильма «Корона Российской империи». Там два императора сходятся, да? Есть буквально два предложения по заявлению действующего мэра Одессы Геннадия Труханова, который днем заявил о том, что выборы в Одессе состоялись в один тур. Я мову оригиналу Геннадия Труханова, украинскую мову. Это абсолютно нормальный процесс. Когда те, кто програли, они другого говорить за визначением не могут. Я вважаю, что нужно немного охолонуться, дойти за законом, обратившись до территориальной комиссии. Виконучи те процедуры, которые предъявлены законом, а не просто так голословно кричать. Труханов заявил, что за его данными он набрал почти 52% голосов. И он выиграл эти выборы. Я сразу запрошу и Геннадия Труханова, и Сашу Боровака до нашей студии вдвох. Не по одному. Вдвох приходят и будем успелкуваться. Анатолий, добрый вечер. Вот такие заявления прозвучали. Но еще вдогонку заявление Одесской территориальной организации партии «Солидарность», блок Петра Порошенко. Алексей Гончаренко это дело все озвучил. Он сказал, что считает необходимым провести повторный пересчет голосов избирателей и надеется, что повторный пересчет голосов и его результаты наконец-то снимут напряжение в Одесском обществе. У вас есть данные? Что это за данные озвучиваете? Во-первых, я хочу сказать, что возможно повторный пересчет голосов был бы тут компромиссом. Единственное, что для повторного пересчета тоже нужны юридические основания. И насколько они существуют. Хотя в нашей стране привыкать к политико-правовым решениям не приходится. И если повторный пересчет сможет предотвратить какой-то конфликт, то это было бы неплохо. Но по нашим данным, откуда мы их взяли? У нас на каждом участке города Одессы находился наблюдатель. Соответственно, эти наблюдатели получили протоколы участковых избирательных комиссий. И те данные, которые у нас есть, это данные из первичных протоколов участковых избирательных комиссий. Почему я говорю первичных? Потому что протоколы участковой комиссии дальше везутся в районную территориальную. И там может возникнуть ситуация, когда они потребуют какого-то уточнения, там пересчета, где-то что-то может быть признано недействительным и так далее. Но пока нам о каких-то массовых случаях таких неизвестно. То есть я хочу поэтому подчеркнуть, что те данные, которые у нас есть, они в идеале вряд ли будут существенно отличаться от официальных данных, которые будут оглашены территориальной и городской избирательной комиссией. И соответственно, по нашим данным, у Геннадия Труханова 51,64, у Александра Боревика 24,78, у Эдуарда Гурвица 8,45, у Кивалова Сергея 5,51, но у других уже меньше 5%. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 У меня вопрос к Анатолию. Анатолий, вы же знаете, сколько у нас вбросов и какие у нас честные выборы, в кавычках, на протяжении всей вашей жизни, молодой. И как же вы можете, ну вы являетесь, знаете, образцом для меня честности, объявлять на весь мир о том, что вы признаете, что Труханов победил в первом туре. Это, ну вы знаете, чтобы даже ангел небесный был бы, и то можно сомневаться. Вот. А тут вот Труханов, и вы не сомневаетесь, вы, ну, своим реноме рискуете. У меня, например, уже стали вопросы к вам. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо. Я знаю, чем я рискую, и когда я заявляю об админресурсе со стороны Саакашвили, и когда я говорю другие неудобные вещи, в том числе эти, я понимаю, что кому-то не хотелось бы этого слышать, но я подчеркиваю, я, по-моему, не говорил того, что Труханов победил в первом туре, что второго тура не будет и так далее. Я лишь озвучил цифры, которые мы получили по первичным протоколам участковых избирательных комиссий. Сегодня была пресс-конференция, на которой я озвучил те же цифры, и далее я сказал, что это не значит, что не будет второго тура, потому что, как бы, у Труханова совсем небольшой перевес над 50%, и если сейчас по ряду избирательных участков, особенно по тем, где у него большое количество набранных голосов, выборы будут признаны недействительными, а такой вероятности исключать до того, как будет поставлена финальная точка в процессе установления результата выборов, такой вероятности исключать нельзя, то если такая ситуация возникнет, то будет второй тур. То есть я не говорю, что кто-то победил или кто-то проиграл. Я озвучу результаты, которые получены из протоколов. И я говорю о том, что есть вероятность, что ситуация может измениться. Это во-первых. Во-вторых, системные вбросы, ну, давайте мы поговорим о том, где у нас были системные вбросы. Мне лично известен один избирательный участок, это Юракадемия, где есть четкое видео, которое свидетельствует, что да, была ситуация. Больше случаев мне неизвестно. Это не значит, что их не могло быть. Но если у нас что-то есть конкретное, то давайте мы будем говорить конкретно. Я вам больше скажу, что по моему глубокому убеждению, тот результат выборов, который мы имеем, и в первую очередь по городскому совету, формула его очень проста. Это массовый подкуп избирателей, плюс админресурс, плюс крайне низкая явка. То есть, к сожалению, есть у меня большие опасения, что во многом пришли люди, которые проголосовали за картошку, за асфальт, кто-то за деньги и так далее. А другие люди не пришли на выборы. И, соответственно, мы получили тот вариант, тот результат, который получили. И вряд ли в такой ситуации была необходимость каких-то супермасштабных вбросок. Как говорится, все было украдено до нас. Это если мы говорим о том, почему вот такие те или иные результаты выборов. Хотя это, опять же, только мои предположения. И мы не знаем, что было бы, если бы пришло 60% избирателей. Может быть, картина была бы другая. Но люди не пошли на выборы. Пришло менее 40%. И винить в таких результатах выборах мы можем только, к сожалению, сами себя. И если есть информация о конкретных вбросах, доказательствах и так далее, пожалуйста, мы готовы об этом говорить. Но на сегодняшний день, я хочу подчеркнуть, вот Боровик говорил о том, что комиссии оккупированы, но на всех комиссиях были наблюдатели Боровика в том числе. Были наблюдатели других кандидатов, были журналисты. И в течение дня голосования, в течение ночи подсчета, после этого я еще не видел ни одного аргументированного, подтвержденного заявления, подтвержденного видео, фото, документами со многих участков, который бы подтверждал, что на многих участках было массовое подсчет. Я скажу по опыту работы журналистом на многих выборах и самых сложных в истории Украины, в том числе, в 2004 году, в 2010-2012, я скажу так, что любая информация, которая вызывала вопрос, она становилась достоянием гласности, был очень большой и правильный, публичный вот такой всплеск. Ну, пока мне не было известно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. Алло. Да, да, говорите. Меня зовут Татьяна, я в третьем поколении адеситка. Я, собственно, не столько с вами, хочу ответить той даме, которая отвечает за всех адеситов. Да, я сказала, товарищ Фаль, потому что только Притурхан, или за 30 лет последний, в котором я живу на Таирово, наконец-то сделали нам дорогу, что я могу выйти вечером в магазин, не боять, по-моему, от себя в ногу, понимаете, то есть. И я видела много своих знакомых, живут на Котовского, и которые о нем отзывались вот по тому, как он делает самые инцентарные вещи для адеситов, которые нам необходимы в быту. Хотелось бы, конечно, чтобы этот же Труханов еще и делал нам, чтобы у нас, извините, не текло вот это, вот этот запах, так говоря. Ну, это, наверное, не совсем с ним относится. А насчет того, что вот сколько мои знакомые разговаривали, ну, и сколько я знаю, со многими говорила, так они в основном за Труханова, потому что мы его хотя бы знаем. А кто такой старший оборолик? Я его вообще первый раз слышу два-три дня назад. И он сидит и рассказывает, что он за адеситов. То есть это вот лично мое мнение. Ну, вот такое мнение прозвучало. Я бы просто хотел подчеркнуть, что давайте мы не будем сваливать вину на какого-то там Карлсона, как говорилось, в каком-то мультике. И если у нас есть фальсификации, давайте заявит тот о них, у кого есть доказательства. Если у нас не было фальсификации, давайте себе просто честно признаемся, почему у нас такие результаты выборов. И попробуем наконец-то с этим что-то делать. Потому что пока мы будем пытаться свалить все на фальсификации, то мы обманываем себя. Но я еще раз подчеркиваю, это и при условии, что если фальсификации действительно не было. Я скажу так, сейчас будет звонок телезрителя очередной. У меня вызывают вопросы, в том числе и позиция территориальной организации партии «Солидарность» в Одесской области, которая сначала вчера пыталась успокоить устами Алексея Гончаренко, Михаила Саакашвили. Дескать, Украина это не Грузия. Господин губернатор, будьте эмоционально потише. И как бы все, выборы прошли, Труханов избран мэром. Это не я заявил, это «Солидарность». Сегодня Гончаренко заявляет практически уже противоположное мнение. Нет, все-таки давайте пересчитаем. То есть тут уже возникают вопросы, прежде всего, вот к таким деятелям, как Алексей Алексеевич. Телефонный звонок, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Хотел бы выяснить мнение по поводу прощающих выборов. Во-первых, мне очень кажется стыдно за жителей нашего города, ну и за моих друзей, кажется, в частности, которые, к сожалению, не посетили КСО-выборы. Явка, явка, крайне КСО-низкая. Но самое КСО-главное, что мне КСО-хочется, что мы перестали выбирать глав нашего КСО-города по партийному КСО-принципу. Кто ближе или КСО-дальше стоит в какой-либо партии. Меня совершенно КСО-не волнует, какой КСО-партии. А в данный КСО-момент есть наш действующий КСО-мэр, который, скорее всего, победил на выпуск. Хоть оно и КСО-мэр говорит с лозунгами и его бигбордов. Доверяй делами. Но и вот это делами. Люди на самом деле доверяют. Спросите у любого жителя Суворовского района, что сделал КОНКИ, что сделали предыдущие, находящиеся у власти наших КСО-мэр. По крайней мере, за год, хотя я не живу в Суворовском районе, а живу в Плеворском, можно бы в очередь видеть, что сделано в парке Победы, что сделано на окрестном улице, в центре города. И дай Бог, что Геннадий Леонидович такими же темпами, несмотря на тяготы и неустройства в нашей стране, продолжал работать. Давайте так, я понял, давайте так, с агитацией за кого бы ни было, за Геннадия Труханова, или Сашу Боровика, мы сейчас, с агитацией закончим, второй тур еще не объявлен, а, кстати, в Суворовский район вы попадаете по называемой дороге Гурвица. А Костусева привел к власти в том числе и тот же Труханов, и он был в городском совете, руководил большинством партии регионов достаточно долгое время, поэтому давайте не будем никого видеть. И на Куликовом поле Геннадий Труханов тоже на митингах был, и давайте без доверия делам сейчас. Я уже не говорю, что все, что делается городским головой, оно делается за наши с вами деньги, это его задача, и так далее. Вы знаете, мне не нравится то, что сейчас, конечно, вопрос не к вам, не как председателю комитета избирателей Украины, как гражданин, как жителю Одессы, потому что Мирилом сегодня избран поселок Котовское. С уважением отношусь к Суворовскому району, я его обожаю, и, кстати, баллотировался там в 2012 году, занял третье место на выборах в Верховную Раду, еще раз спасибо за доверие, но все крутится вокруг этого, потому что технология проста, она есть, технология, большой район, много людей, много избирателей, и выборы эти в том числе данную ситуацию показали. У нас сегодня вечер ответа вопросу, потом я задам вопрос по возможным изменениям закона выбора. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Говорите. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Значит, сначала у меня есть такое предположение, что товарищ Гончаренко, то есть, извините, господин Гончаренко, поменял свое мнение, потому что относительно друга Шушкевича, ему что-то, наверное, Шмушкевича, ему что-то непонятно. Может быть, поэтому надо пересчитать голоса. Второе. То, что творилось сегодня на Екатерининской, у меня есть свое предположение. Гурвиц вообще никогда не бросает. Но так как у нас люди, к сожалению, продажные, и это мы видим по АТО ежедневно, то, может быть, эти люди, которые вышли сегодня, они хотели получить у Гурвица и проплатили им еще и эту акцию. Потому что Гурвиц знает, что были какие-то фальсификации, и в интернете это все написано, там представитель какого-то избиркома, но не подписался, написал всякую, я не знаю, правду-неправду, что сколько-то голосов убрали, перебрали, что должны были прийти другие. Так может быть, он, зная об этом, и мы видели, очевидно, кроме Боровика, ни у кого из комиссии и у наблюдателей не было желания пойти и отстоять своего кандидата. Может, потому так и случилось, но это чисто мое предположение и насчет Гончаренко и насчет этого. Но так как у нас победил Труханов, а в Харькове победил Кернес, у меня еще есть одно предположение. Давайте, это будет финальное, потому что я уже заслушался. Оставьте, оставьте еще. Алло, Вот еще очередной звонок. Давайте еще звонок, да. Геннадий Адольфович было бы интересно. Только очень быстро, потому что очень много звонков. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Бойко, вы знаете, я тут, вот эта дама, которая последняя, как по Фрейду, оговорилась, но вы поняли, где вы улыбаться начали. Да, там Сушкевич, Мушкевич, но я позвонил, собственно говоря, по одному поводу. Я знаю вашу точку зрения, которую вы сейчас подтвердили, она явно не про Трухановское, но вы пытаетесь быть объективным человеком. И вот это то, чего нам не хватает смертельно в нашей стране. Объективизма, а не субъективизма. Хочу видеть то, что я хочу видеть. Вот я вас с этим поздравляю. Спасибо большое. И даю, чтобы побольше было людей, которые будут к Спасибо. Через Анатолия Алла-Верды к нам, потому что мы предоставляем обратную точку зрения и принимаем это в том числе так нескромно на свой счет. Без одесских журналистов мы объективнее Я понимаю, сейчас будет сумасшедший дом, будет очень много звонков. Тем не менее, закон о местных выборах, понятно, он не идеален, это мягко сказано. Да, к сожалению. Какие изменения вполне вероятно могут быть внесены в этот закон? Я почему-то тут являюсь пессимистом. Выкинуть мусорную корзину и написать новый. Выкинуть мусорную корзину и написать новый. Тут нет нечего комментировать. Нечего вносить. Некуда вносить изменения. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Добрый. Я вам хочу сказать, что не поменялась же система. Поэтому, кто будет красть следующие пять лет, ну, какая разница, какая его фамилия. Ну, это абсолютно бессмысленно. Труханов, Саша, или Пяша, или Гурвиц. Ну, красть же будут просто. Нет, но если мы... Если мы уже заранее согласны с тем, что будет красть, то действительно оно так. Но у нас же есть возможность этому противодействовать и не быть с этим согласным. Толя, тут говорили о вашей объективности. Речь шла, конечно, о вашей личной репутации и комитета избирателей Украины. Были ли какие-то попытки повлиять на то, что вы сейчас озвучиваете? Потому что опору в первый день, вернее, в день голосования все цитировали, все на них ссылались, давали экзитполы. Мы тоже давали эти экзитполы. Проходят сутки, кого-то не устраивают итоги голосования и начинаются разговоры о том, что я сейчас ничего личного, просто по факту, что опора якобы кому-то из кандидатов продалась, поэтому дает именно такие результаты. С вами ситуация не повторяется? Ну, никаких попыток. Ну, на деньги госдепа вы работаете, это мы знаем. И не только, еще и европейские и так далее. Но не суть, значит, что позволяет нам быть независимыми от денег украинских политиков. Где вы себе так построите? Ну, это шутка, конечно, ирония. Вот, значит, нет, не было попыток повлиять. Я думаю, что, наверное, просто никто не понимал на самом деле до конца, что мы делаем и что у нас будут такие результаты. Вот, попыток повлиять не было. А, понимаете, обвинений в продажности я за эти годы наслушался уже очень много. Причем каждый раз продают разным, разным, как кандидатам разным политическим силам. Потому что вот мало таких людей, как наш телезритель, который позвонил, которые могут себе представить, что кто-то может быть независимым и объективным. Ну, у нас все привыкли, что кто-то... Люблю формулировку, пытаются быть объективными. пытаются быть не объективными. Вот, у нас все привыкли, что кто-то на кого-то работает, кто-то под кем-то. Слава Богу, у нас нет такой необходимости отрабатывать чьи-то заказы, и мы можем быть объективными или, по крайней мере, стараемся. И в этой студии, кстати, уже, опять-таки, к нам мостик переходит, но не могу не сказать. Кандидат в мэры Саша Боровик, было заявление о том, что не пускали на каналы. К нам на канал официально это заявляю. Никто не обращался в ходе избирательной кампании от Саши Боровика. Сейчас еще раз и Геннадия Труханова, и Сашу Боровика приглашаю. Будет второй тур или нет, к нам в студию поговорите, я вот рядом посижу, скромно помолчу. Ответьте на вопросы телезрители, например, на такой. Здравствуйте, вы прямом эфире. Можно говорить? Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый. У меня такой вопрос к вам, вернее, реплика. Вот я девчика, я хочу сказать, Горвит, Труханов, фабрикантки, Валов, плохи, они хорошие, там были промахи, были заслуги, понятно, но не наши одесские, они наши люди. Скажите, пожалуйста, почему допустили человека без паспорта, вообще со стороны с какой-то легендой, непонятной жизнью, почему он должен вообще участвовать в этих выборах? Почему он не нас человек, почему никто не заинтересовался, человек без паспорта приступил к этим выборам? Спасибо, извините за эмоциональность. Вы заинтересовались, уже кто-то заинтересовался, я знаю, что многие это обсуждали. Я думаю, что юридически там все в норме, потому что иначе бы комиссия его просто не зарегистрировала, в комиссии у Геннадия Леонидовича есть серьезное влияние, и он понимал, что Боровик может ему кровь попортить. Поэтому тут все, я думаю, что по крайней мере формально как-то срослось. Что касается почему допустили к участию в выборах, ну по конституции у нас любой гражданин, который соответствует требованиям законам, может быть, но у каждого из нас с вами есть соответственно возможность голосовать или не голосовать. И кстати, это не первый случай, когда у нас участвует не Одессит в выборах городского головы, но первый случай, когда он набирает действительно так много. Ну я думаю, что тут исключительно за счет активного участия Михаила Саакашвили и вот такой грамотно построенной кампании, месседжем и так далее. У нас, кстати, в разных партиях есть, в том числе уже стали практически депутатами, кандидаты, которые не являются десертами по рождению или по прописке, таких тоже много, причем во всех практически партиях. Телефонный звонок, здравствуйте, вы прямо в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, говорите. Я хотел сказать, что в какие-то годы появился человек, который решил эту грязь нести в этом городе. Появился в Саакашвили. Кто, у кого-то что-то как-то сложилось так, что мы, например, воспряли и думали, ну наконец-то мы поменяем. Давайте на персонале перейдем без названия, как говорит, имен. бывший вице-мнер города из одних пять лет в другие переходят, постоянно баллортируются в депутаты. Слушайте, вы что, все там незаменимые? В конце концов, когда можно дать человеку хоть какому-то образованному? У нас столько вузов, столько печатающих людей нормальных с высоким образованием. Почему не дать им возможность выйти? Проявить себя? Вы посмотрите, прямо собрались там в этой обойме менять, даже не менять из года в года делить тот же. Дайте возможность, Боровик, пусть он будет без дипломов, пусть он даже придет, я не знаю, только в Библии, но пусть он что-то сделает там. Какое доверие может быть, когда у вас бюджетных всех зарплатах и вы все на танках ездите? Вот совести нет, понимаете, это не к ведущему, не к бойко. Да я так и понял, на к нам-то да. Я вот, честно говоря, и сам бы в выборах поучаствовал не дали, да, где-то и не согласился, наверное, так же, как и Анатолий. Ну, вот такие мнения сложно комментировать. у нас не дают задавать вопросы. следующий звонок, но буду немножко без работы. Накал чувствуется. Здравствуйте, прямом эфире. Говорите, пожалуйста, говорите. добрый вечер в чем проблема. Они для города делали тоже что-то. Ну, почему все избранные карман только свой чувствуют, одессу не чувствуют. Я уже не говорю за отрату, я не говорю за лонжерот. Уже надоело говорить за Аркадию. Подарок сделали одесситов. Большой подарок, большое спасибо. Убили Аркадию. Пусть заберут себе. Убили бренд города. О чем говорить можно? Ну, да. Вот сегодня много, да, эфиров, криков души, вот таких сказок. Да, до Октябрьской революции 17-го года мэры города больше в город приносили, чем уносили, а после о принезависимой Украине почему-то, к сожалению, мэры города больше уносят и не совсем понятно, что приносят, кроме проблем. То есть, сегодня трудно давать в этом прямом эфире, если еще звонок дадим обязательно, какие-то, скажем так, прогнозы делать, да, мы не будем их делать на второй тур, потому что вполне вероятно. Я думаю, что в ближайшие... Да, мы сейчас выйдем из эфира, вряд ли что-то случилось кардинально, но в течение ближайших суток, по крайней мере, такое, все, что хотите, может произойти. Будем это комментировать, в том числе, в прямом эфире. Есть телефонный звонок, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, вот сейчас предыдущий товарищ там о Боровике сказал там и так далее, и так далее. Как я считаю лично, вот то, что Боровик, которого мы вообще не знаем, ну, Саакашвили сыграл какую-то роль, но вот проголосовали четверть голосующих, это говорит о том, не то, что там Боровик будет лучше и так далее, что это недоверие прежней системе. Понимаете, люди не хотят, я не верю в то, что Труханов набрал 51%, не верю в это. Я одессит, и поверьте мне, среди людей моего возраста и моложе, и прекрасно знаю отношение к нему. Я уже не говорю за Аркадию, за, ну, за все остальное. Спасибо. Вот такое мнение прозвучало. Тут есть интересное зерно, вот я думаю, что действительно такой достаточно высокий процент Боровика стал возможен в том числе из-за разочарования в большинстве одесских местных политиков. Тут, кстати, очень точно подмечено, да, и сами выборы вообще, да, как таковы. Вот это, да, я с этим согласен абсолютно. И если говорить о низкой явке, то ряд экспертов говорили о том, что низкая явка это как раз и есть вот те, есть не протестные настроения, то попытка вот таким образом отреагировать на то, что происходит, то есть неверие, недоверие. Если есть еще телефонный звоночек, мы его даем на финал нашей программы. Пока все, мы делаем паузу, ставим троеточие как минимум, увидимся в ближайшее время, Анатолий Бойко, ну, есть звонок, давайте, я не могу активность одесситов заглушить, пусть они выскажутся, если не смогли это сделать на избирательных участках, то ли мы будем вас отпускать. Все, но тогда все, это уже знак, что сейчас мы делаем паузу. Спасибо вам огромное, может о чем-то и не поговорили, время еще будет. Не последний раз, я надеюсь. Я уверен в этом. Спасибо, что были с нами, вы знаете, всегда понимаю, что у каждого свой карман, да, и городской карман отличается от семейного, но в любом случае какие-то интересы, интересы города, региона и страны должны быть превыше, и не только у нас с вами, а у тех, кто пытается нами управлять, и кого, к сожалению, пока выбирает только меньшая часть избирателей. Спасибо, что были с нами, всего доброго, благодарю вас за вашу большую активность, увидимся через несколько дней, когда я вернусь из командировки. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин